Ребята, мы снова вернулись с новым сезоном. Девочки отдохнули, наконец-то. Я их дождалась, тут сидела в холодной Москве. Смотрела наши фотки. Сказала человек, который приехал из Италии. Из Италии, простите. Где ел макароны на секундочку. Да, я чуть не умер от гастрита. Короче, мы решили с девочками, что мы будем обсуждать сегодня тему беременности и родов, потому что сейчас у нас не беременны. Да, если что, то мы тесты не сдавали, конечно. Я сдавала, вроде бы. А вы, кстати, часто сдавали тесты? Я делала, да. Сдавали тесты. ЕГЭ и беременность сразу. Я помню, что у меня была маленькая паранойя, я аж три или четыре сделала, чтобы наверняка понять, что все ок, потому что я думаю, а правильно ли я на тест пять сантиметров это опустил или нет. Вот, и у меня есть теперь в квартире шот, из которого никто не пьет. Шот мочи? Да, для вот таких ситуаций. Он как бы, можно его отдельно лейблить. Или для врагов, то есть к тебе, когда придет какая-нибудь сучка. Ну да, кстати, да. Почему эту тему мы вообще-то решили взять? Как бы мало того, что она очевидная, но еще мы поняли, что ладно, в сексе никто не разбирается. Сейчас уже вроде более-менее разобрали эту тему, какие-то термины узнали и прочее. Но самая важная часть, где-то рождение, как мы все появлялись, как появляются люди. Как вы все появлялись? Я лично... Капуста. Я лично с айсом. Вы с айсом, капуста? Мне мам сказала, просто в какой-то момент ты поселилась у меня в животике. А я была полностью уверена в том, что когда надевают кольцо на палец, тогда ты беременеешь. Серьезно? Да, у меня была романтичная версия. Но я была в шоке с того, что никто ничего не знает, когда я... Во-первых, у меня лучшая подруга родила недавно. Не знаю, да, что она родила? Да. Беременную в 16. Сейчас я вам, короче, вводные данные дам, а дальше мы все будем разбирать по полочкам. Вот. Она рожала в бесплатной клинике, в обычной, просто пошла и все, и начала рожать. Ей сначала сказали, что у нее, скорее всего, будет кесаревое сечение, потому что у нее, типа, там, узкий таз, еще что-то. Возможно, что ребенок не пройдет. Она такая, все хорошо, она жила с этой мыслью. Она приходит, это был выходной день, она начинает рожать. У нее, там, какие-то начинаются схватки, что-то вводы отошли, все дела. Ну, такие легкие. Приходит, у нее, типа, там, сейчас начнутся термины. Раскрытие 4 сантиметра. Должно быть 10, если что. Вот. У нее раскрытие 4 сантиметра. Они говорят, слушай, ну, сама родишь, короче, все будет нормально. Сама родишь, не будем тебе кесаревое делать. Фигачит ей первый укол для того, чтобы спровоцировать схватки. Это называется, по-моему, окситоцин. Окситоцин, да. Вот. Дальше у нее начинаются уже неимоверные схватки, ей больно пипец, она говорит, пожалуйста, давайте, типа, они дальше колят эпидуралку, чтобы, типа, убрать эту боль. Да. После этого она засыпает, потому что ей, и она расслабилась, у нее ушла боль, она на тот момент рожала уже, допустим, часов 5. Ой, ужас какой. Она не взяла вот этот наркоз, который ей еще сделали наркоз, чтобы отключить ноги, чтобы ей, типа, сделать кесаревое, она все еще чувствовала, и ей сделали общий наркоз, и сделали в итоге кесаревое. То есть, человек рожал сутки потом, по факту. Бедная такая. Да. Ей бы сначала сделать кесаревое, все было бы нормально, ее обкололи всю, у нее до сих пор болит спина в месте, где у нее, типа, были уколы и прочее. Она, то есть, прожила, как, типа, два вида родов. И на тот момент я начала разбираться, читать какие-то истории в интернете, на всяких блогеров мам подписываться, читать их историю, все же сейчас пишут про свои роды. Ну, и реально я поняла то, что у всех этот ад, то, что все думают, что мы сейчас приедем, и как бы врачи, они же, наверное, разбираются, и все будет нормально. И в итоге вот у всех эта история, то, что пришли, пузырь вскрыли, схватки начались, раскрытия не было, вкололи эпидуралку, потому что больно. Потому что я смотрела протоколы принятия родов, там как раз не должно быть вот этого вкалывания, провоцирования родов до того, как у тебя матка открылась достаточно сильно, это очень мало. Ну да. И это стремно. И они, то есть, не ждут часто, вот там многие девчонки писали, то, что они, Ирина предположение, то, что, типа, это было выходной день, и им не хотелось сделать операцию, они, типа, думали, то, что они сейчас вколят, и у нее, типа, пойдет родовая деятельность, все-все-все раскроется, и она, типа, родит. У-у-у, вылезай, брат. Да, да. Ну и дальше я, на самом деле, я вообще даже примерно, ну, я знала то, что роды, это очень сложно, но я не знала про всякие истории с... Геморроем? С надрезами, во-первых. Да, это да, тоже. То, что происходит. Какими надрезами? Делают надрезы. Где? В 80% случаев между влагалищем и аналитным отверстием. Рассечение для того, чтобы ребенок легче вышел и не было разрывов, прикинь. Короче, я этого всего вообще не знала. Как минимум, женщинам надо знать, к чему быть готовым, потому что я, допустим, не знала, что, оказывается, там, у 90% женщин недержание мочи происходит, потому что, типа, давят все на матку. И в процессе. И в процессе, и в беременности, что практически у всех оказывается геморрой появляется. Да, это мысли. Ну, наверное, первого тяжелее всего рожать, нет? Тебе любого тяжело внутри. У меня вот есть подружка, которая родила трех, и она говорит, если первого мне было прям тяжело-тяжело, то последнего, и она копалась, извините за каламбур, до последнего, типа, в огороде, чем-то занималась, приехала в роддом, и от момента прибытия в роддом до родов 50 минут у нее прошло. Ну, в эту... Потому что третий ребенок называется подарочный, у тебя там уже, как бы, проторенная дорожка. Ну, ты уже знаешь просто, как минимум, к чему готовиться, ты уже не так, наверное, паникуешь, уже знаешь, что такое вообще схватки, как это больно, там, как их, там, как говорят, продышать, надо не продышать. У меня мама рассказывала то, что я ей специально позвонила и поспрашивала, и она рассказала, что я самая тяжелая была, потому что она меня рожала в 27, брата она рожала в 35, было легче, и вот Эвелину она рожала в 43, и там вообще типа изи было, прям очень просто. Но при этом есть случай, вот у меня, допустим, знакомая наша ровесница, у нее, получается, есть первый малыш, ему года три, наверное, и второго вот она в родах потеряла, например. Еще в родах тоже, это нередкая история, когда теряют детей, потому что неправильно тужатся, думают, что надо тужиться раньше, оказывается, надо делать это позже, и там надо как-то все это сдерживать. Я тоже была в шоке, я этого вообще не знала, я думаю, что большая часть... Это рождение ребенка, когда ты просто на дыхании, когда ты правильно дышишь и все такое, вот, так же там надо, типа, готовиться к тому, что у тебя, типа, сорян, влагалище будет растягиваться, и тебе надо его обрабатывать. С гендобром она это сказала, растягивается влагалище. В общем, так как мы не рожали, и будет неправильно, если мы будем, мне кажется, рассказывать о том, что такое пидуралка, что такое, как это вообще рожать, и что такое схватки, я, собственно, пока девчонки отдыхали, я решила им подготовить такой небольшой, типа, экскурс в родовую деятельность. Я надеюсь, что вы не будете отключаться, потому что это будет самая важная часть, а дальше мы будем, по каждой части, мы будем все комментировать. В прошлом месяце я рассказывала вам о своих самых любимых книгах, и подборку я сделала специально на MyBook. А сегодня я хочу поменяться с вами местами и попросить вас посоветовать мне какие-нибудь книги, которые я могу добавить на MyBook. И я сейчас как раз немного приболела, у меня простуда, поэтому у меня появилось время почитать дома. Оставляйте рекомендации в комментариях под этим видео, только не забудьте поставить хэштег MyBook для подруг. И еще сразу несколько важных фильтров. Первое, детективы не предлагать, потому что я терпеть не могу. И второе, не предлагать мотивационные книги, потому что этот жанр я тоже не люблю. В последнее время я позволила себе прочитать книгу Трампа «Жажда успеха», и она оказалась тоже настолько ужасно банальной, что я поставила финальный крест на этом жанре. Есть пара книг, которые мне могут нравиться, она, кстати, есть в списке на MyBook, но это скорее автобиография, которая тебя просто вдохновляет. Все, у меня смена закончилась. Да? А. Ну, можешь на стол поставить, я договорю. Очень жду ваших вариантов, буду обязательно слушать и читать на MyBook. Ну, а пока расскажу о том, почему именно так. О, новая смена! MyBook — это первый российский книжный сервис, который сделал единую подписку на электронные и аудиокниги. Для моего графика это самый оптимальный вариант. Например, в дороге я обычно слушаю аудиокниги, а на выходных, когда у нас с Тёмой получается выбраться за город, мне больше нравится читать электронные книги. Судя по статистике, которая есть внутри приложения, благодаря MyBook книг в моей жизни стало заметно больше. Также MyBook — это самый крупный в России и СНГ книжный сервис по подписке, и там можно найти книги абсолютно на любой вкус. Всего четверть миллиона книг, из которых 35 тысяч аудиокниг. А не заботиться в таком разнообразии помогают краткие содержания, очень удобный список рекомендаций от экспертов и тематические подборки. Попробовать MyBook можно абсолютно бесплатно. Для этого вам надо отправиться по ссылке в описании и ввести промокод «Таня». Вы сможете пользоваться две недели бесплатным приложением и также получите 25% скидку на дальнейшее пользование. Жду в комментариях ваши любимые книги с хэштегом MyBook для подруг, и я обязательно добавлю их в мой любимый список, поэтому чекайте его и напишите, если вдруг вы уже посмотрели мой список любимых книг, может быть, вы уже какие-то из них прочитали, очень хочу узнать ваш фидбэк. И встречаюсь по ссылке внизу в описании. Читайте, потому что это очень облагораживает. Ты читаешь? Да. Ты очень облагорожен, и Таня. Я очень облагорожен. Поэтому я сгоняла в Петербург к блогеру Жене Кривцовой. Ей 30 лет, она мать уже троих детей, все от одного брака, надо сказать. Хорошо, хорошо. Да, и у нее тот редкий случай, когда блог мамы, он реально прикольный, позитивный и классный. Слушай, вот это большая редкость на самом деле. Потому что, не знаю, это мамино, мне кажется, мое влияние, а мама терпеть не может женщин, которые, вот знаешь, как будто бы до нее в этой вселенной. Не рожать вошло. Никогда никто не рожал. И она всегда дико бесится, когда кто-то говорит, ну у меня же дети, и мама всегда говорит, а мама всегда комментирует, а у меня что, кошки? Просто, потому что три чупакабры, да. Меня больше смущает, когда у меня были не беременные подружки, а потом их блог превращается в исключительно в лица их детей. Вот это вообще как-то. Ну почему, ну им за что, ну почему? А я всегда... Ну может быть, нам не понять, вот мы сейчас говорим, нам пойдет 5 лет, и мы Карине заходим, и Карина такая там бакалатрица. У нее ребенок, как он на собаке. Нет, я имею в виду, что я понимаю, гормоны, мы никто не застрахован, все дела, но как-то хочется немножечко фильтрации, знаете, типа, ну я же не на ребенка твоего подписалась, мне больше там ты интересна, еще что-то. А вот эти дети, и у них на головах, на головах эти, эмоджи, все время. А, да, я обожаю, когда мы, вот мы ребенок, но здесь прямо голова тигра, скроет его от сглаза. Ненормально, знаете что, вот эти фотосессии, когда беременные голые женщины пытаются выглядеть сексуально. Вот это страшно. У нас с Кариной есть пакт, что когда мы будем беременны, мы дадим друг другу по башке, если кто-то из нас решит сделать такую фотосессию. Когда человек вот ярче всего об этом говорит, что вот Карина превратится в маму-блогера, это прям вообще... Стопудово нет, ну я уверена. Ты будешь с животом диджей, да? Да, да. Нет, здесь будет снять на Фаня. У нее знаешь, какой будет фотосессия, у нее на животе наушники будут вот так. Вот это вообще кошмар. Ну это такая прям чизи говно вообще. Ужасно, вот эти беременные фотосессии реально болевоты. Какие мы мерзкие. Мы ужасные люди, и у нас нет детей. Я сгоняла к Жене, она рожала дома третий раз, то есть она два раза рожала в больницах, разочаровалась, решила, что она третий раз способна родить сама дома вместе с помощью акушера, который принимает именно конкретно домашние роды. И также там будет сразу же вставка, чтобы это была не просто типа история мамы, но при этом еще и будет квалифицированный акушер. Она будет комментировать все и расскажет. Чтобы у вас разорвался шаблон, а не матка, давайте посмотрим. Не влагалищик. Не влагалищик, простите. Потому что все эти штуки надо обязательно знать, потому что вот как по опыту моей подруги, которая вообще не знала, что это все такое. Не, на самом деле надо быть готовым, правда. Даже хотя бы почитать вот эти протоколы принятия родов, потому что тогда ты хотя бы... А, как протокол, да. Ты реально пишешь просто в гугле протоколы принятия родов РФ, там 2-3 страницы PDF, и там прям про каждый шаг, что там матка раскрыта на столько-то сантиметров, можно делать то-то, вот это колоть, стимулировать роды нельзя. Там вот про пуповину, что пуповину не должны обрезать до того момента, пока она перестала пульсировать, потому что это действительно иммунитет мамы, это еще сообщение. И то есть это такие, казалось бы, простые вещи, которые, ну, они не за гранью медицины, но просто врачи действительно могут на потоке этого не сделать. А как бы вы сами должны контролировать то же, что происходит. Смотрим. То вот видео, которое порвало интернет... Ты рожала нестандартно. Предыдущие разы ты рожала в больницах? Стандартно. В больницах. И первый-второй раз. Почему решила не в больницах? Расскажи, почему решила дома? Как это вообще организовать? Мы рожаем. Ура! Вот-вот чудо появится на свет. Вот это Женя, она сейчас рожает уже. У нас до сих пор еще медицина находится на уровне, я не знаю, там, десятилетней давности. То есть ты находишься в конвейере, платишь ты, не платишь. А ты уже почувствовала, да, во время первых двух родов, что как бы там ты никому не нужна будешь в больнице? Конечно, даже за деньги ты никому не нужна. Понимаешь, когда я приехала в первый раз, я вообще еще ничего не знала. И для меня было самое ужасное, когда в первых родах они взяли вот такие вот огромные ножницы. Ты представляешь, и ты рожаешь уже в потугах, когда вот-вот появится ребенок. И ты видишь вот так вот, просто представь, огромные железные ножницы. У меня мурашки вон по коже до сих пор, понимаешь? И ты лежишь, и ты понимаешь, что тебя сейчас будут резать. И они берут на живую. И тебе делают надрез. Просто в промежности. У меня сейчас вагина жалуется. У меня сейчас жалость там все. Начались упражнения кегеля только что. Чтобы быстрее появился ребенок. Чтобы, не дай бог, ты не порвалась. Безусловно. Эпизио делают на живую. Потому что если разрез делается вовремя, когда головка подошла и ткани максимально натянулись, они побелели, потому что они обескровлены. Пережимаются нервные окончания, и человек не чувствует. Самое ужасное, что потом, когда зашивают, кто-то зашивает хорошо. А кто-то очень торопится. Домой или покурить сигаретку, или еще что-то. И у меня знакомая тоже, блогер очень известный. Первый год ей было безумно больно заниматься сексом. Потому что там остался как... Ну, неправильно шов сделали. Знаешь, такая как пупыршик остался. Который все время давил, и было очень больно. То есть женщины боятся секса. А из-за этого расходятся семьи. Из-за этого вообще рушатся отношения. Потому что мужчине не объяснить, почему тебе страшно. Мужчине не объяснить. Просто это, мне кажется, логотип нашей сегодняшней программы маленький. Да, и на это вот очень многие жалуются, что потом после всяких вмешательств вот этих вот очень сложно реально психологически не только сексом заниматься, там в туалет сходить. Вот это все вообще там... Ну, из хорошей новости мне мои рожавшие все подруги сказали, что у них после родов поднялась наоборот либидо, и оргазмы чаще стали приходить и так далее. Да, это все говорят. Да, и мама моя мне тоже, я помню, когда я еще маленькая была, она говорит, родишь и кончишь. Ну, не так она это, конечно, говорила, но идея была такая. Так что опять есть и хорошая сторона, чтобы не подумали, что мы такие люди, не размножайтесь. А представляешь, тебя там зашивают. И вот это первое состояние, когда ты как бы понимаешь, что уже вот пора заниматься любовью со своим мужчиной после родов, время пришло. Сколько, кстати, должно пройти? Но тебе дико страшно. Вообще по стандартам говорят, что чтобы все прошло, нужно, если это естественные роды, то шесть недель. В этот раз мы как-то из-за того, что у меня не было ни эпизио, я не разорвалась, я об этом расскажу тоже. Мы как-то сами почувствовали и начали раньше заниматься всей прекрасной любовью. И единственное, что мы делали, это вот с моей акушеркой, она брала касторовое масло, прям баночек, я купила 10 баночек, вот такие, знаешь, вот в аптеке продаются стеклянные. И она наливала себе в руку касторовое масло, и когда у меня была схватка, она мне туда глубоко залезала и все промазывала. Я спросила, для чего она это делает? Она сказала, что чтобы не было разрывов, чтобы не было трещин внутренних каких-то там повреждений, нужно хорошенько все маслицем смазать. А касторовое масло, оно супер жирное, это самое жирное масло. Ну а простые врачи этого, естественно, делать не будут. Конечно, не делают. А кому это надо заботиться о тебе? Понимаешь, третий раз после двух надрезов и того, что меня зашили, то есть у меня неестественно уже здесь все равно, понимаешь, состояние уже. Не понимаю, нет. Смотри, твои половые органы как бы их сделали надрез, да? И потом зашили. То есть это уже не то, как было до этого. Вот, понимаешь, это уже неестественная среда. То есть шансов на то, что я не разорвусь, было мало. И я очень сильно готовилась. Я делала массаж маслом специально, делала массаж, растягивала там все сама, делала различные упражнения, которые мне сказала моя акушерка. И она меня сразу предупредила, что если ты разорвешься, то ты разорвешься по шву. Потому что тебе уже когда-то делали несколько расшов. Просто настроение разрыв шва. Она там все разложила, положила меня. Бывают причины нерассижимости тканей, а бывают причины, когда, допустим, крупный ребенок. Да, можно ничего не делать, никаких эпизоев, тогда порвется. Но мнение медиков, что зашить ровненькие два краешка намного проще, чем мы будем рваную рану вот так сопоставлять. Будет грубый рубец, будет некрасиво. Поэтому бывают ситуации, когда, может быть, кто-то делает рутинное. И даже есть такая формулировка, как плановая эпизиотомия. То есть не смотрят медики, порвется там или не порвется. Они просто всем подряд рассекают промежность. Причем это не у нас, не в нашей стране, слава богу. Но, например, такие за границей подходы. Когда женщины рассуждают, вот, наверное, мне надо было все-таки отказаться от этого, если кто-то не хочет эпизио, они изначально должны сказать, я хочу отказаться от такой процедуры, даже если она будет необходима. Если уж порвется, то пусть порвется само. Но по всем вопросам с акушерами надо договариваться на берегу. Первое, что делают, когда ты приезжаешь в роддом, они тебе прокалывают пузырь. Околоплодный пузырь, в котором находится младенец. А сейчас уже, я надеюсь, и вообще говорят о том, что в многих роддомах пузырь не прокалывают. Вообще должна отказ писать от того, чтобы прокалывали пузырь. Я постоянно от всех своих подруг, которые рожают, слышу то, что всем прокалывают. Вот-вот. Я рожала последний раз, не прокалывая пузырь. А зачем это делают? Пузырь? Да. Ну, вообще считается, что если тебе проколоть пузырь, то ты быстрее родишь. То есть сватки пойдут интенсивнее, и быстрее плод появится на свет. Конвейер. Все, что происходит в нашей медицине в роддомах, это конвейер. И когда он начинается двигаться постепенно, да, он же продвигается, 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 его не настолько сжимают. У нас же там кости везде. И получается, что он, когда идет меж костей, околоплодные воды его смягчают путь. И малышу легче проходить. То есть его не сдавливают. А когда околоплодные воды у нас уходят, потому что пузырь прокалывают, да, что происходит? У нас малыш как бы вот по костям прям идет. Ему болезненней, маме болезненней, всем болезненней. И говорят, что ну так типа рожать быстрее будет. Но так не будет быстрее рожаться никто, потому что, понимаешь, природа и задумана иначе. То есть одно дело, когда это потребность какая-то, ну допустим, там что-то не произошло, ты вмешиваешься. Для вскрытия плодного пузыря есть показания, есть противопоказания. А во время родов задача плодного пузыря, вклиниваясь в шею куматки, открыть ее максимально широко. И вот если плодный пузырь выполнил свою функцию открывающую, то все, он уже открыл. Мы его можем убрать. Абсолютно без всякого риска для мамы и для ребенка. Или другая причина. Например, плодный пузырь не открывает шею куматки. Он не давит на нее с той силой, с которой нужно. Есть такое явление, плоский плодный пузырь. И в этом случае роды просто будут бесконечно затягиваться. Женщина может рожать тогда не 8, не 10 часов, а, например, 28 часов. Я не исключаю ситуации, когда вскрытие пузыря делается все-таки рутинно. Чисто человеческий фактор. Может быть, кто-то куда-то хочет быстрее пойти. Все мы люди. То есть, может быть, доктор, который ведет эти роды, хочет быстрее пойти домой. Может быть, там уже двое суток дежурства. И хотят таким способом ускорить. Это, конечно, неправильно, если для этого нет показаний. Потому что для любого медицинского действия должны быть медицинские показания. Как лучше рожать самой или делать кесарево? Конечно, самой. Почему? Потому что кесарево – это серьезная операция. Это, знаете, мне кажется, из-за того, что кесарево стало много, отношение у женщин к этому тоже стало такое, ну, вроде как к парикмахеру сходить. Сходил, ничего, ушевчик аккуратненький, все хорошо. Там, да, вот это. На самом деле, когда женщины боятся эпизио, эпизио на промежности, ну, вот столичка, два, три, ну, четыре шва. И почему они не боятся кесарева? Когда много швов, это все послойно вглубь организма. И там еще потом могут формироваться спайки, когда все органы потом хуже работают. Восстановление после родов, после естественных, да, женщина через несколько часов уже может бегать, такая уже, когда ни разрывов, ничего, все хорошо, да. Если были швы, то первые, наверное, дней 5-6, конечно, так чувствительно и побаливает. Потом это заживляется достаточно быстро. Вот. Основное восстановление идет первые два месяца, 6-8 недель, это всегда так было. То есть когда матка приходит в свое добеременное состояние, то есть она вот из такой, с голову новорожденного, когда вот ребенок родился, матка внутри с голову новорожденного. Через два месяца она будет вот такая маленькая, как спичечный коробок. Я наоборот говорю о том, что рожать дома не нужно всем. То есть не готовы люди рожать дома, но готовы единиться, и это нормально. Потому что если у тебя есть хоть какой-то малейший страх, неуверенность в себе, в своих силах, в том, что может что-то произойти, то, понимаешь, во время родов, когда у тебя наступают очень сильные уже боли, уже мозг отключается, ты вылетаешь. И у тебя, у любой женщины, которая не готова, может наступить паника, страх, понимаешь, она... И так есть несколько состояний во время родов. То есть есть у каждой женщины состояние, когда она уже в таком находится, понимаешь, куматозе, она уже говорит, что типа, все, там, уберите его, я не хочу больше рожать, все, остановите, это все хватит, хватит просто. Вот знаешь, вот есть такой момент, когда ты понимаешь, что все, я ухожу, оставайтесь здесь сами без меня, сами рожайте, я пошла, я не хочу, ты готова из окна выпрыгнуть. Это называется стадии. Вот если вот эту стадию ты прожила, то жди, сейчас уже начнутся потуги. Я уверена, что те врачи, которые принимают роды своим детям, они и по-другому принимают роды, и рассказывают, как дышать, и рассказывают, что между поток нужно отдохнуть, а не тужиться. И рассказывают, мне в первых родах говорили, тушься попой, тушься попой. Я знаешь, какой я себя геморрой натужила? Я просто хочу, чтобы было симпатический геморрой у моего мужа, вот так я вам скажу. Тогда это честно, понимаете? А почему я одна? Какого хера? Мне это ужасно раздражает. Я две недели ходить вообще не могла. Я, блин, в туалет ходить не могла, я рыдала, понимаешь, я сидела на толчке, и я рыдала от того, как это было больно. Потому что мне орали, тушься попой. Как можно тушиться попой? Зачем попой тужиться, если у нас из промежности выходит малыш? Есть еще одна причина. Это когда медики заставляют женщину раньше времени тужиться. Но это уже, как говорится, камушек в огород их профессионализма. Те, которые не знают, что еще не надо, не надо никуда спешить, дайте, чтобы все произошло само по себе. В подугах чаще всего женщины испытывают трудности, им так тяжело. А ей говорят, тушься попой, не в глаза. А они потом выходят, вот такие глаза потресканные, лицо потресканное, и переживают это все. Снизу геморрой, здесь такое все расцвело. На самом деле можно рожать так, что женщина не должна будет вот таких усилий прикладывать. То есть все можно настолько устроить аккуратненько. А повторки вообще могут ни разу не тужиться. Ребеночек из них, как рыбка, может выплыть. У кого вторая, третья? Вторая, третья, четвертая и так далее роды. Женщине хочется тужиться раньше, чем на это на самом деле надо, честно скажу. Потому что родовый канал имеет определенную длину. Как только ребенок начинает опускаться в родовый канал, у него появляется желание тужиться. Но мы пока не можем тужиться. И для этого должны быть специальные техники, чтобы женщина их сдерживала, эти потуги, позволяя ребенку продвигаться, чтобы она его не травмировала, потому что это период, когда легко неправильными действиями затравмировать. Я просила и в первых родах, и во-вторых, не перерезайте пуповину сразу. Почему? Ну, смотри, когда выходит малыш, он как бы привязан к пуповине, да? Он с помощью пуповины питается. А в пуповину что поступает? Кровь, да? И вот у него там кровь циркулирует. Когда малыш проходит, его сдавливает. И так как пуповина привязана, лишняя кровь уходит. Обратно в пуповину возвращается, к плаценте. Потом нам нужно подождать, пока пуповина отпульсирует. Как только пуповина отпульсирует полностью, то есть обратно кровь вернется малышу, то все, можно ее перерезать. А они просто торопятся, да? Они торопятся, потому что, смотри, у тебя же сразу приходят, я не знаю, как называются эти ребята, которые приходят и начинают осматривать малыша. То есть он только родился, пуповину сразу перерезали, положили ребенка на какой-то смотровой стол, начали ему оценки Абгара ставить. Это же очень важно, понимаешь? В первую секунду оценку Абгара получить. Понимаешь, рост, вес узнать. И только после этого дают маме. Но сначала должно быть прикосновение. Малышу, понимаешь, страшно. Он привык всю жизнь быть с мамой. Он там зародился. Ему нужна сразу мама. Для него это был тяжелый процесс родов. Говорят, что... Ну, это не доказано, естественно. Но я думаю, что малышу тоже нелегко появляться. На свет, если его там так сжимают, все это происходит. Оказывается, в российских роддомах очень часто ребенка забирают после того, как ты родишь. Прямо сразу. И его забирают на несколько часов в какую-то барахамеру. Да, где он там гусит. И это, оказывается, вообще нельзя никогда делать. Потому что у ребенка появляется ощущение, что он брошенный. И это нужно потом годами восстанавливать. И это на уровне подсознания. И это никак невозможно, например, во взрослом возрасте вылечить. Потому что у тебя даже воспоминания нет. Ты еще вообще ничего не понимаешь. И это очень серьезная история. Я, кстати, в это верю, на самом деле. Нет, это верю. Потому что вообще в целом инстинкт, он так и формируется. У тебя сразу же ты когда... Ну, потому что я, блин, видела, я пересмотрела видосы, когда женщина рожала, когда ей клали сюда, типа, ребенка. Ну, это правда. Она вот, она секунду назад мучилась. У нее было просто лицо пипец. А тут она его видит, и реально все меняются. Там мужик плачет. И это, видимо, это реально какой-то... Нет, это так и есть. Есть нереальный момент, когда... Код, который целую книжку про это написал, про роль матери. И про то, что пока ребеночек маленький, да, он живет в абсолютном хаосе. Он ничего не понимает. И его существование полностью завязано на мать. Потому что если она его видит, если он ее чувствует, он существует, он нужен. Да, вот это я существую. Самая главная потребность и самый главный человеческий инстинкт. Он у многих людей с неврозами, депрессиями и так далее, он очень... он нарушен. Ну, от этого тоже зависит от твоего отношения, от гормонального и психологического фона матери, но еще там, допустим, от микроэлементов. Я, как всегда, на своей лошадке. Кто о чем? Я о вот этом. Вот, потому что реально у нас... Ну, мы про это, наверное, поговорим еще в конце. Я за то, чтобы беременность была запланирована. И это действительно важно, потому что, когда говорят, давай просто сделаем ребеночка, такое тоже вот я сталкиваюсь. Вот, это минимум где-то полгода. Вам надо реально, ну, следить за своими анализами. Следить за анализами своего молодого человека. Потому что это не только качество яйцеклетки важно, но и качество спермы. Там, например, фолиевая кислота, если у вас низкая, а когда ты залетаешь, и ты не готовишься, она у тебя может быть низкая. А это то, из чего потом нервная система вообще. Потом риски ребенка. Потом, как бы, люди спрашивают, а что у нас ребенок, там, диатезный родился? Или почему он орет постоянно, да? Потому что вот у него, пока вы были беременны, вы немножечко не уследили за этим, и все. То есть, на самом деле, ну, я просто за то, чтобы относиться к беременности ответственно максимально. И ты действительно приносишь в мир, прости, господи, жизни, так принеси ее качественно тогда. Были кадры, когда я уже в телефоне пересматривала, я такая уже все, понимаешь, сижу в бане. Когда ты пропиваешь схватку, тебе становится легче. То есть, продышать, пропеть. Самое важное, что нужно делать, я вот расскажу девчонкам, да? Когда у нас начинаются схватки, любые первые, вторые, болезненные, неболезненные еще, нужно расслабить все тело максимально. Стоя ты делаешь это или сидя, просто расслабляешь все тело и начинаешь вот дышать. Губы у тебя расслаблены, все тело расслаблено. Ты в таком состоянии спишь, то есть максимально расслаблено тело. Объясню, когда у нас тело расслаблено, то у нас внутренний женский орган, там матка, все это тоже очень сильно расслабляется. И раскрытие происходит намного быстрее, потому что ты не мешаешь процессу раскрытия. А в первых родах я делала вот так. Я вот так вот закрыла глаза и думала, сука, когда ты пройдешь уже, блядь. У меня просто не было сил. Вот реально одни матри шли. Я думала, блядь, когда это закончится? Что же это за ад? За что мне это все? Вот конфликт в чем? Женщина говорит, ага, потуги есть, почему мне не разрешали тужиться? Почему, они говорили, еще рано? Но ведь я же чувствую, у меня есть потуги. Да потому что современная женщина не готова терпеть. Мы избалованы, мы изнежены, мы любим комфорт, мы любим мягкую одежду, удобную обувь. И поэтому, когда у нее появляются маленькие потуги, те, которые еще не требуют усилий, она говорит, аааа, и она начинает в полную силу и нарушает вот это вот взаимодействие. У нее ее действия больше, чем тот сигнал, который она получает. И отсюда что? Отек ткани, разрывы, затуженный ребенок. Понимаете? Вот это надо все заранее понять. И когда ты уже знаешь, ты идешь с каким-то багажом знаний, тебе легче будет разобраться в этом процессе. Даже если ты рожаешь первый раз. А дальше мы обсуждали то, собственно, вот есть же разные приемы в больницах, как типа рожают женщины. И я вот все пыталась понять, как вот сейчас какие-то нововведения есть. Сейчас на самом деле уже даже... Столько лет эволюции, возможно, мы что-то новое придумали. А на самом деле мы вернулись к тому, как это было раньше. Потому что сейчас даже уже в больницах и дома можно рожать в позах, они называются вертикальные роды, типа когда ты рожаешь... На каратику. Не только. Ты можешь вот так облокотиться на стол, как в позе кошки, подняв ногу. Ты видела, как коровы рожают? Да. Зачем? Зачем? Я в деревне лето проводила. Я тоже не смотрела. Мне будет интересно. Я любознательная, ты забываешь. Ужасно вообще. Я отворачиваю. Очень интересно. Мы всегда говорили, уходи. И она сейчас рассказывает про то, как чаще всего рожают дома и какие позы самые, типа, легкие для того, чтобы хоть как-то облегчить вообще. Вот так спустя где-то серии сколько у нас было от постсекса, мы пришли к позам вот таким. Чаще всего рожают вот в такой позе. Вот. То есть в такой позе почему? Потому что это естественная поза. Ребенку так проходить намного проще. Я спросила у акушера-гинеколога, говорю, почему у нас все рожают вот так? Она говорит, а ты представи, говорит, вот я сейчас стою над тобой вот так, сгорбившись. А представляешь, у них сколько родов они принимают? Можно без спины остаться. Так-то проще. Че, идет? Ну, идет. Ну, давай подождем. Ну, давай уже резанем разочек. Давай. В системе так удобно. А женщине неудобно, потому что в такой позе очень сложно рожать. Ребенок неправильно выходит. Банально он вот так-то выходит как бы вниз. Ребенок неправильно выходит. Поэтому у нас давят на живот, там прыгают, что только они делают. Позе, скажем, не на спине. Да. Конечно, легче. Безусловно. Почему, когда никто так не рожает в больницах? Рожают. В Москве-то, пожалуйста. И не только в Москве уже рожают. Так. Действительно. Когда женщина приходит, например, родильный дом, практикуют вертикальные роды. Ну, их называют вертикальные. Надо, наверное, сказать, альтернативные, да? Роды. И женщина может обсудить, что вот я бы хотела, например, рожать там стоя на четвереньках. Они говорят, да, пожалуйста. Хоть на одной ноге. Например, в Казахстане есть роддома, где женщины рожают лежа на боку, подняв одну ногу. Между собой называют одноногая балерина. Вот так вот, что она на одной ножке как будто стоит. Пожалуйста. Можно стоять, наклонившись на какой-то предмет. Можно сидеть. Специальные стульчики для родов. Есть классный вариант. Вообще классный вариант. Пожалуйста, можно сидеть у мужа на коленях. Самое интересное пропустит. Так действительно же ведь легче рожать? Безусловно, так легче. Я за вертикальные роды, но при условии, что там складываются эти условия, да? Потому что, если, например, роды идут стремительные, рожать вертикально нельзя. Могут быть очень сильные разрывы, вплоть до разрыва прямой кишки. А это никому не надо. То есть в этом случае лучше рожать лежа на боку, например. Или стоя на четвереньках. Вот это да. Когда мне женщина пишет, нет, я не хочу, чтобы мой муж видел. Но это как бы выбор семьи, это выбор их. Но я считаю, что мужчина с женщиной, они так вообще сплоченнее становятся. То есть у них вообще отношения меняются. То есть когда я родила своего первого ребенка, и мой муж видел, как это больно, и какой это ад, он мне сказал, господи, я тебя люблю еще сильнее. То есть ты такая крутая, ты в моих глазах еще увеличилась. Такая молодежь, что ты родила сама, без эпидуралки, что ты с этим справилась. Вот вы бы хотели, чтобы муж присутствовал на ваших родах? Я бы хотела, чтобы он был в больнице, но не в палате самой. Согласна. Во время родов же получается, ты можешь и обкакаться. Нет, смотри, он этого не видит. Когда муж присутствует на родах, он у тебя у изголовья стоит, а здесь у тебя типа пелена. И тебе еще клизму ставят обычно. И тебе не видят. Да, это я знаю. Но все равно зачем это видеть? Не знаю. Я бы тебя взяла с собой на роды. Я бы пришла. Не, я говорю, он типа будет так вот все. Но все равно, я вот в палате нет. Я хочу, потому что я буду точно нервничать, а он меня будет смешить. А если он будет мне смешить, тогда так будет. Я бы руку оторвала бы просто. И на этом весь смех бы закончился. Но я просто против вот этого. Ну ты рожаю, а я пойду в бар с пацанами праздновать. Хер тебе, сиди и жди. Я вот друзей смотрела на днях. Так было прикольно, когда я еще рожала, и все друзья пришли и ждали, сколько там она рожала. Нет, вот это мне нравится. То, что в больнице друзья тебя ждут, вообще нет проблем. Нет, это я бы вообще не хотела, чтобы это как-то, я не хочу, чтобы это как-то вообще акцентировалось. Карин, мы заметим. Прости. Не знаю, просто вот я не хочу, чтобы это кто-то видит. Мы заметим еще на твоих беременных фотосессиях. И когда ты поменяешь свое название своего аккаунта. Diamond Baby у тебя будет не сейм. Diamond Mama. Пошли мы в задницу. Апрелюшка и ребенок. Не будет такого. Апрелюшка с Baby One. Не будет такого. Все сейчас действительно просят эпидуралку. Каждый первый думает, ну все, мне входит эпидуралку и все вообще будет идеально. Типа очень много процентов, что она замедляет родовую деятельность на самом деле, потому что у тебя организм как бы расслабляется, у тебя начались схватки, потуги, у тебя там все это. А ты такая ела, да? Да, 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 да. Не лыскай. Знаете, как говорит у нас один доктор. Вот женщины, выучили сейчас красивое слово эпидуралка. И на каждом шагу только говорят, сделайте мне эпидуралку, сделайте мне эпидуралку. Да? Когда это только начинало входить, между собой врачи это могут называть эпидура. Все должно быть только по показаниям. Показаний не так много. И в показания сейчас не пойдем, потому что, чтобы не внедряться, да, вот в эти акушерские все дебри, я просто хочу сказать, что исследования доказали, что эпидуральная анестезия, она может укоротить первый период родов, то есть она может укоротить сами схватки, то есть период схваток. Действительно укорачивать, быстрее шейка открывается, классно, да? Конечно, женщине так легче, она более адекватная, это всем нравится, медикам очень нравится, когда женщина не орет, мягко выражаясь, благим матом, да, и не требует кесарево сечения, да, а когда она спокойно общается, разговаривает, вот, но, опять же, доказано, что она может затягивать второй период родов, это когда ребенок проходит вот по тому самому коридорчику, то есть по узким родовым путям, а таз устроен так, что он к выходу все уже, уже и уже, то есть чем ближе к выходу, чем ближе к окончанию, тем тяжелее ребенку и маме, да, и получается, что этот период может затягиваться, плюс, когда эпидуралка чаще все-таки использует всевозможные пособия, чтобы помочь ребенку родиться, он, инклюзив называется, эпизио, нажали на живот, вакуум наложили, вот, примерно такое, я даже собираю такие истории, когда женщины пишут, вот, у меня было это, 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 и когда только, они говорят, вот я приехала, а потом мне поставили эпидуралку, дальше можно прям вот за нее досказать, что было дальше, я не могла тужиться, мне давили на живот, наложили вакуум, разрезали промежность, так, главный вопрос, который интересует всех, кто на тебя смотрит, ты, зараза, родила месяц назад, в смысле, у тебя фигура лучше, чем у меня, что за, а я, у меня, между прочим, еще гастрит, и я на диете сегодня, как, как это возможно, это же чуть ли не главный страх женщин поправиться сильно, потому что во время... в этом плане я фанат, беременны можно все, я всегда говорю, девчонки, все беременные, это здоровые люди, и если у вас только есть какие-то показания к тому, что нельзя что-то делать, нельзя жить, да, но бегать не рекомендуется, потому что ты все равно трясешь там, да, что-то, я танцевала, я всегда танцевала, я жила полной жизнью, то есть я путешествовала, у нас предпоследний, или последний даже такой большой полет был, мы в Австралию с мужем летали, сколько часов? 25 часов вроде как-то так, нормально, какой у тебя срок был? срок 7 месяцев, Женя, ты как? Хорошо все у тебя, а так, то есть всякие йоги, растяжки, фитнес, вот это все можно? Да, дома все можно, это наоборот полезно, то есть ты раскрываешь свой таз, ты готовишь себя к родам, это же прекрасно, ты спортивная, то есть тебе в родах очень много нужно силы, энергии, тебе очень много нужно, как, ну, знаешь, такой быть стрессоустойчивой к каким-то вещам, и когда у тебя тело сильное, оно готово быстрее родить и легче, все это проходит, у меня самого пресса нет, я его никогда не качала, нет, у тебя есть пресс, ты сегодня выкладывала у тебя прям пресс, пресс, ну давай посмотрим, давай, я свой не буду, если можно показывать, ну вот, это еще, офигеть, видишь, как бы это, так смотрится, типа все красиво, но если мы нагнемся, то еще видишь, есть все равно кожа, вот это все, знаешь что, я сейчас прибью, а вот знаешь как надо, вот так, хлопковый массаж головы, вот смотри, что мы сейчас делаем, мы поднимаем таз, это по поводу беременности еды, у меня мои подружки, я раньше думала, что когда ты беременна, ты обязательно набираешь вес, ты жирная мразь, у меня все мои подружки очень красивые, во время беременности, реально не набирали, но единственное, что вот, я разговаривала с одной из, она говорит, но тебе если все-таки хочется чего-то, вот, и ты не очень тяжело себя ограничивать, у меня маму так перекрыло, по поводу еды, и перекрыла ее в какую-то ужасную сторону, она все время ела в столовых, вот, типа, как школьная столовая, только еще вот как раз там, сульфатиков бы хотелось, я, кстати, люблю, 20 лет назад, как раз, были еще вот эти столовки, которые вот с этими макаронами, и котлетами, от которых потом отрыжка, 4 дня, а когда с сестрой была беременна, она ела такие цистерны, сгущенки, и когда сгущенки дома не было, у нее началась истерика, а мама любит то, что люблю я, кстати, а сейчас она сгущенку вообще не ест, а тогда просто она начинала плакать, когда сгущенки не было, не, моя мама, я обожаю, я родилась вся в диатезе, и я так как начала все время разбираться, говорю, мам, а что ты ела во время моей беременности, что-то особенное, она говорит, да не, ни хрена особо не ела, ну, апельсинов, правда, жрала тоннами, и типа, конечно, у меня из-за этого были всякие аллергии, но еще есть прикол, одна из моих подруг очень контролировала себя, она очень боялась, это был первый ребенок, она боялась потолстеть, и она из-за этого потом, ну, как бы это отстрельнуло в другое, что она не могла спать, она типа не три месяца беременности, она спала реально часа по три-четыре, то есть это настолько психосоматически страшно, что я вот помню, когда она мне это рассказывает, думаю, мой страшный сон, что я не могу спать, это просто хоррор, вот я могу не есть, но главное поспать, реально, это просто хоррор, да я же спать его от страха. Была какая-то разница, например, когда первый ребенок появился, был какой-то шок или еще что-то, потом когда второй, а когда третий? Мне кажется, когда вот их стало уже два, то третий, мне кажется, третий, четвертый, пятый, десятый, уже особо разницы нету, то есть их уже много. Они сейчас будут друг друга учить и помогать, чем их больше, тем проще, то есть они сами друг друга завлекают, когда у меня, например, старшего забирают родители, а остается только младший с нами, он не знает, куда себя деть. Мы хотели второго малыша, знаешь, как-то он, мы просто говорили о том, что было бы здорово, если бы у нас там еще один, и я сама забеременела. СМИ тоже, мы вообще не ожидали, у нас было в сентябре очень тяжелые отношения, однажды уже доходили до развода, да, мы чуть не развелись в том году. В тот момент я поняла, что я заигралась в красивую жизнь блогерскую. Что это значит, расскажи? Ну, было очень много предложений, поехать куда-то, тусовки, друзья, мы переехали жить в Москву, знаешь, меня накрыло с головой вот это вот, вроде мои дети уже стали такие самостоятельные, взрослые, мне захотелось, вот знаешь, вдохнуть свежего воздуха. Я начала вдыхать этот свежий воздух. Очень много было блок-туров различных по разным странам, блогерские тусовки, ну и что-то, отношения в семье портились, портились, и мы не понимали, не слышали друг друга, перестали разговаривать. Ну, короче, по всем фронтам прошлись, что нельзя в семье делать, то мы делали. Знаешь, нет, у нас не было там ни измен, ни предательств, ничего такого, слава богу, но вот просто вот мы не слышали друг друга, и в какой-то момент, я, знаешь, пошла своей дорогой, все, мы там своими делами занимался, и я говорю, что все, давай разводиться. Вот поэтому я не хочу рожать, пока я не надышусь свежим воздухом, потому что иначе это будет вот такое. Я согласна, нужно оттусить до последнего. Вот именно. Мне кажется, это никогда невозможно, потому что ты все равно за шесть лет. Поэтому типа вот разница, когда у тебя разница... А сколько ей лет? Тридцать. Тридцать. И вот у нее уже она не рано родила очень. Во-вторых, у нее получается шесть лет она занималась детьми. Да. А тут смотри, прикинь, если ты нагулялся, например, я, если кто смотрел наш выпуск с отцом, он говорил же, что типа клево, когда большая разница, ну не слишком большая, но лет пять, в принципе, классно. Мне тоже нравится. Потому что ты отдыхаешь как раз. И ты занимаешься ребенком, ты можешь заметить вообще какие-то изменения, ты прям погружен. Ну то есть вот мне тоже нравится, я не хочу рожать, например, погодок. Я погодок не хочу рожать. Я хочу рожать, чтобы они были с каким-то периодом. Мечта семьи Кардашьян, когда там просто, знаешь. Нет, слушай, во-первых, у меня всегда очень бесили эти погодки, потому что проблема в том, что они всегда почему-то, по крайней мере, которых я встречала, людей, нет, они наоборот вдвоем все время, и у них нет друзей, у них все общее. Я помню, у меня были в музыкальной школе девочки погодки, и у них даже была одна страница ВКонтакте. Естественно, это не у всех, так, но вот какая-то там вот... Еще один наш триггер, одна страница ВКонтакте. Одна страница в Инстаграме для пары. Вот, короче, да, мне тоже, я не против этого, я имею в виду, что вот, говоря о себе, но у тебя тоже, я бы не хотела погод. Я хочу видеть и запоминать моменты ребенка, все важные, это проживать. Потому что ты так все время в аду, понимаешь? Да, а не вот в этом вот. А тут как бы классно, то, что у тебя, например, там, пять лет прошло, ты уже, как бы, ребенок хотя бы более-менее самостоятельный. Он уже может быть пажом, которому ты говоришь, иди прибеги, смотри за брат. Я поэтому не хочу так завести много детей, чтобы каждый воспитывал другого. У меня брат воспитывал сестру, а я воспитывала брата. Вот, и поэтому, в принципе, мама помучилась только со мной, семь лет, а потом, как бы, уже это конвейер был. Досрочно, за хорошее поведение. За хорошее поведение. Не, я наоборот хочу погодок, чтобы реально, вот как вот, мне нравится просто у Кардашьянов, что они, типа, знаешь, она такая, Крис вся офигенная, еще пока молодая, и у нее уже просто, сколько там, шесть детей. Подожди, у Крис Дженнер? Да. У нее не, они только, по-моему, Кайли и Кенда у погодки. Опять же, вы знаете, извините, но там даже те же дети, самой Ким, блин, у них няни, у них такая инфраструктура вокруг детей. Я обожаю вот это, давай родим детей, где инфраструктура под этих детей? Или как Кайли родила Тревису. Слушай, естественно, если ты самая богатая, там 20-летняя, в принципе, можно было уже 15-ти родить, и потому что в няньки, здесь встаньки, что хочешь. Поехали. На этой всей почве я случайно беременею. Мы вообще не ждали, не знали. честно, никогда не понимала, что значит случайно забеременеть? Можешь рассказать? Мы не предохраняемся. Я не понимаю, вот знаешь, вот ты не понимаешь, как можно случайно забеременеть, а я не понимаю, как можно мужу и жене заниматься с презервативом, например, сексом. Для меня это непонятно. Для меня вот эта резинка между людьми, это что-то непонятное. Я не понимаю, как так можно. Согласна. А я нет. А я согласна. Я не хочу залетать. Нет. Нет. И мне кажется, что вот если вы муж и жена, то не очень понимаю, зачем предохраняться. Ну, всякие там инфекции. Какие инфекции? Он твой муж. Нет, инфекции-то у вас не может быть, вы внутри циркулируете, но... Вот именно. Если у него появится инфекция, я подожгу его бензином. Вот на этом все и закончится. Вот как бы и вылечили в шею. Я имею в виду, нет, есть, конечно, прерванный половой акт, все дела, если вы замужем и так далее. Но, блин, я не знаю, я не хочу, чтобы у меня было так, что резко они тут появились, дети, и все. Я тогда могу быть вечно беременной, понимаете, и что? Поэтому я... Какой вечно беременной? Я... Ну, блин, не. Не, ну, слушай, все равно ты же знаешь, что очень много зависит от цикла менструального, что во время овуляции, естественно, если ты сексом займешься, и это будет непрерванный половой акт, то это будет большой процент забеременеть. Но если, например, после месячных, или... Я наоборот, как раз таки, вот если ты специально провоцируешь, во-первых, это уже какая-то... У тебя какой-то искусственный секс, знаешь, типа ты такой, так, у меня сейчас овуляция, мы с тобой должны сегодня пять раз позниматься сексом. Мне кажется, наоборот, это прикольнее, когда ты же следишь за своим здоровьем, правильно? Ты всегда это, ты делаешь это 24 на 7, и типа, если ты следишь всегда за своим здоровьем и так, то мне кажется, можно... Ну, слушай, люди разные бывают. Я, например, не слежу за своим здоровьем, и я понимаю то, что вот в моем случае действительно нужно взять и как бы подготовиться к тому, чтобы зачать детей. Естественно, я понимаю, что это было бы глупо, вот как ты говоришь, что вот у меня овуляция, мы сейчас пять месяцев, пять раз будем заниматься сексом, но в том плане, что ты планируешь, что через... в течение этого года ребенок может зачаться. Ну, да, да. В том плане, что ты начинаешь вести нормальный образ жизни, как бы делать, задумываться уже о том, что на будущее, вот, а не в том, что ты, знаешь, в таком в угаре, просто, знаешь, в гастрольном угаре такая, ой, упс, упс, дедэкин. Мне мой гинеколог сказал, например, если хочешь, я говорю, а вот как понять, мальчик у вас будет или девочка? Ну, это опять же, с фраз моего гинеколога, я не могу как бы под этом точно подписаться. в овуляцию вы занимаетесь сексом, то больше вероятность, что у вас мальчик будет и так далее. Вот, я такая, я, например, хочу только, ой, господи, я хочу мальчиков, я не хочу девочек вообще. Мне вообще все равно. Да, я просто такая, it's a man's world. Не, мне вот, я реально, я буду одинаково рада и девочке, и мальчику. Не, ну, я тоже, если девочку будет, не то, чтобы скажут, так, выкидываем, кто готов трейд-ин со мной тут сделать. Хотелось бы, конечно же, мальчику. Почему? Потому что потом ты будешь такая, типа, красивая старушка, а у тебя будет парень рядом молодой. Во-вторых, я знаю, что мальчиков я воспитаю, вот, с моим характером, с моим всем, мальчиками у меня получится явно лучше, чем девочки. А ты вообще хочешь детей? Ну, когда-нибудь, да, я не могу сказать, что я прям, ну, блин, я просто, знаешь, что понимаю, во-первых, ты никогда, мне кажется, не может быть 100% готова к этому. На самом деле, в принципе, вот мне 25, нам всем, как бы, мы одного возраста. Если я бы сейчас забеременела, то, в принципе, я готова к этому ребенку морально. Но я считаю, то, что очень важно, чтобы под него, вот, как ты сказала, была готова инфраструктура. Вот именно в этом заключается готовность. Ну, ладно, у тебя что, денег нет, хватит. В смысле? Ну, типа, знаешь, меня мама всегда воспитывала так, что ребенка нужно рожать для того, чтобы его мужчина очень сильно хотел, а не то, что я просто для себя ребенка родила, и такая его одна воспитываю. Это очень важно, чтобы мужчина принимал участие в воспитании ребенка. А не всегда такой мужчина может появиться. Вот, поэтому это очень важно, я считаю, что когда ты уже в безопасности морально, что рядом с тобой есть тот человек, на которого реально можно всегда положиться, что он тебя не бросит в какой-то, знаешь, такой момент, такой, знаешь, вот эти вот ужасные истории, когда женщина беременна, ее бросает муж. Это или муж, или парень, ну, не важно. Страшные вещи. Ты представляешь, вот этот стресс, который испытывает женщина во время. Это такой выплеск гормонов неправильных, и это на ребенка тоже очень сильно действует. Поэтому нужен обязательно тот мужчина, который, на который, ты можешь сходить с ума, попросить цистерны, сгущенки, и заставлять его ходить с тобой в столовую, и он будет ходить. В принципе, я могу родить, и не одного, а десятерых здесь. Прямо сейчас, это сезон подруг 2023, готовьтесь, девочки. Еще раз сори, про это просто никто никогда нигде не рассказывает. Объясни, пожалуйста, можно случайно забеременеть, если это прерванный половой акт, или это, как это сказать, или при этом, если это не прерванный половой акт, а обычный секс, то можно и забеременеть, и не забеременеть. У нас всегда прерванный половой акт. То есть он вытаскивает. Это такой вид контрацепции. Когда пойдете к гинекологу, это важно знать, как это называется. Он просто в нужный момент, уже во время семяизвержения, скажем так, мужчина не в женщину оставляет свое семя, а вытаскивает. И из-за этого можно все равно забеременеть. Ты знаешь, возможно, какие-то попали частички. То есть это все равно ненадежный метод контрацепции. Это ненадежный метод контрацепции, потому что у нас так получилось. Ну знаешь, я не могу сказать. Иногда у меня Сема любит, и полностью все дела закончить в меня, скажем так. Это у него то так, то так бывает. В зависимости от страсти, от того, что можно куда-то улететь, еще что-то. У меня есть подруга, которая, ну, как бы такая, старшая. и она мне говорит, что она всю жизнь с мужем, там они достаточно долго вместе, у них исключительно прерванный половой акт. Она говорит, вот она не верит, что можно так забеременеть. Она говорит, все разы, когда я узнавала у девочек, которые так занимались, они лукавили, и у них в итоге кончали. Поэтому я знаю, что там тоже действительно в смазке они остаются, и что они живут пять дней. Но ты только если второй раз, мне кажется, это занимаешься. Вот. Это я согласна. Что ты если второй раз? Ну смотри, например, вы несколько раз за несколько часов занимаетесь сексом, и... Вот второй раз надо предохраняться. Нет, второй раз нужно еще помыться хорошенько. Вот. Ну и предохраняться тоже. Потому что второй раз как раз очень-очень легко. Ну тогда да. Вот. Я имею в виду, а если это с едини... Скажем так, вот я понимаю, если это единичный поход без абонемента... Да, вот. Если это абонемент, то это не будет работать. Если единичное посещение спортзала, возможно. Не предохраняться с человеком, в котором ты не уверен, это очень-очень плохо. Сейчас рубрика грустной вставки статистики. У нас ВИЧ по стране гуляет, и большинство зараженных, большая достаточно каста, это не серия, как все думают, наркоманы и геи. Это женатые пары, потому что муж погулял куда-то, дома, естественно, он не предохраняется, потому что зачем предохраняться с женой? И жена в итоге, блин, заражается. Ой, страшно. Я бы его бензином подзажгла. Возможно ли самореализовываться, когда у тебя трое маленьких детей? Возможно. Я могу сказать, что возможно, потому что я сама самореализовываться начала... Да я и сейчас самореализовываюсь. Просто я не писаю, ты, допустим, пишешь сториз, у тебя здесь там ребенок кричит, там у тебя тому надо поесть, это плачет, ее надо покормить, тебе надо сториз загрузить, поехать куда-то, что ты так... Не нравится, Тань, что сложность, главное, в сториз у тебя. Потому что она так работает, она же блогер. Боже мой, как тяжело сделать сториз. Сториз на самом деле тяжело сделать. Ну, бывает сложно, бывает они орут, и ты вообще ничего делать не можешь. Здесь просто нужно выбрать тебе, либо ты пишешь сториз, либо ты смотришь за детьми. Всегда у нас должен быть какой-то выбор. Вот. Ну, я прошу иногда там Сему помощь. Я говорю, Сем, мне нужно выгрузить сториз 5 минут. Вот, как бы мы уже даже не объясняем. Что, просто 5 минут, вот, и я ушла. Например, если в этот день есть няня, то понятно, вот мы, например, сейчас с тобой снимаем интервью, да, один ребенок спит, один на улице гуляет с няней. Все. Я быстро, заранее пытаюсь как-то вот понять, что мне нужно, как мне нужно, чтобы все было хорошо и комфортно. Ну, естественно, няня мне очень сильно помогает. Кстати, вопрос. У меня никогда не было няней. Не были. И у моих, и у брата все. У тебя была няня? Правда? Да. Потому что моя мама работала и училась, папа работал, и, типа, у меня была няня. Вот, я против няня. Ну, у тебя мама работала? У меня мама не работала. Вот. И это еще одна из причин, почему я считаю то, что я еще не готова завести детей, потому что я не хочу давать своих детей няне. Вообще вот сто процентов. Вот, ну, как бы до пяти лет сто пудов. Почему у тебя такое? Ну, потому что, ну, не знаю, воспитывали меня так, потому что мама всегда была рядом, она всегда говорила, что няне это отвратительно, но она меня так воспитывала просто. Это уже на уровне как бы подсознательном. И поэтому я против няни. Я не против. Рубрика грусть, а у меня, как бы, не было вообще, ну, то есть, у меня была только одна мама, и она работала. И я сама ходила в школу, и сама возвращалась. Поэтому, знаешь, может быть, лучше бы и няня у меня была. Нет, слушай, в этой ситуации, да, но я имею в виду то, что если бы вот, как бы мы живем сейчас, планируем идеальную жизнь, идеальную семью, и я бы не хотела работать, когда я вот рожу первые пять лет сто процентов. Пять? Ну, слушай, ты сама просто охереешь не работать. Нет, ну, слушай, во-первых, у меня не такая работа, потому что мне в офис надо идти, но я точно не буду играть, и, возможно, это будет что-то такое, типа, ну, необязательно, что я не должна вот так, как все сейчас. Потому что ты станешь блогершей мамкой и будешь зарабатывать деньги. Да, ну, я блогершей мамкой. Все к этому идет. Она вообще, она это скрывает, потому что ты не сможешь делать диджей-сет, а у тебя есть площадка инстаграма. Я буду музыку писать. Ага, гастроли какие у тебя будут? У меня не будет гастроли, я буду свободным художником, как и сейчас. Ты хочешь всякие, знаешь, эти какие-нибудь кроватки рекламируешь? Да, я не хочу. У меня у всех моих подруг няни, при этом они работают, они классно все делают, и я понимаю, что няня это человек, который тебя подстраховывает, потому что ты можешь хотя бы выехать куда-то, что-то поделать. Какая-то другая тетка, ты хоть трогай твоих детей, я не могу, вот это ужасно. Блин, у меня была другая тетка, я выросла прекрасно, и ничего. Тебя она нравилась? Да, отлично, она меня забирала из школы, сидела там, проверяла. Пушкину вот как няне нравилась. Так ну, в общем, у нее у всех была, как у Пушкина няня. Да, но это на вопрос того, какую ты находишь, и знаешь, домработницы тоже разные бывают. Да, да, да. Да, который спиздил у нас с тобой леньший последний, отлично, домработница была. Поэтому сейчас у меня нормально, хорошее. Ну вот, и как бы это абсолютно по-разному. Ты сама просто устанешь, пять лет не работаешь. Конечно. Слушай, я абсолютно, конечно. Самое главное, что ты можешь подарить ребенку, это счастливая мать. Когда ты уезжаешь, оставляешь детей еще что-то, мать рада, ребенок это чувствует, что заебанная мать не дает ребенку ничего. Абсолютно точно, я с тобой согласна. Просто видишь, в этом-то и заключается внутри у меня коллапс. В том плане, что мать должна счастлива быть. Естественно, я понимаю, что если пять лет не буду работать, я чеканусь. И поэтому, в данный момент, я не готова завести детей. Кстати, няня бы тебя разрулила. Конечно. Ну, видишь, нянюшу нужно принять. Вот я не могу принять. Есть у тебя какие-то топ-3 супер, такие, знаешь, личных, выявленных тобой правил о воспитании детей? Я позволяю своим детям максимально все, кроме тех вещей, которые под запрет. Например, вставлять пальцы в розетки, еще что-то, на высоте какой-то, около машин, дорог не ходить. То есть у них есть то, что они знают, что это нельзя делать. Я им с детства это объяснила. Например, на лестнице они у меня не бегают, потому что это небезопасно. Около дороги они у меня не бегают. Когда едет машина, они вот так вот как столбики стоят, знаешь, там сами. Я говорю, машина, они встали вот так вот уже стоят. Вот. Естественно, розетки, какие-то такие вещи. Все остальное я им позволяю делать. То есть на максимум. Они развиваются, они учатся, они познают этот мир, и я их не стараюсь. Я вижу там, не трогай, не делай, Маша лучше, Петя красивее, там ла-ла-ла-ла-ла-ла. Они постоянно ребенка дергают, дергают, дергают. Это не твое, это дорого, это не для нас. И вот так вот дергают, 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 и у ребенка потом остаются вот эти блоки. Я видела вчера вебинар, понимаешь, у нас все люди с блоками. Я вчера видела картину, как вышла мама из машины и роняет пакет, поворачивается на своего сына и говорит им, это ты во всем виноват, поднял пакет. Я смотрю, думаю, ты вообще в себе, женщина, алло. Так это классика. Если мама что-то сделала, то ты виноват. Если ты что-то сделала, то ты виноват. Мама всегда права. Мама всегда права, это классика. У нас боль, обида, все на детей выливается, поэтому я стараюсь им разрешать все в пределах разумного, естественно. Но если они натворят что-то, там знаешь, у меня был сториз, когда я просто на секунду отворачиваюсь, поворачиваюсь, а они нескольким бросаются вот так вот по всей квартире, эти шарики летают. И я уже понимаю, что смысла орать нет, потому что вот уже это произошло. Как бы либо ты предотврати до, либо уже, ну что орать, ну смысл в этом во всем, уже это произошло. И я говорю, ну хорошо, поигрались, веник, совок, пылесос, начали убираться. Я им помогаю, сижу с ними, как бы помогаю им убираться. И все. Второе, это когда дети маленькие, они бегут куда-то, падают, спотыкаются, не реагируй. То есть это очень важный для меня пункт. он просто, они же мальчишки у меня еще. Они бегают постоянно, они на скейтах катаются, на всяких там мотоциклах, там квадроциклах своих, там детские вот эти. Вот. И постоянно улетают куда-то. И я просто, хоп, типа я не видела. И они, когда они видят маминой реакции, ооо, сыночек, любименький, родой, что же с тобой случилось? Да, я виновата. Они спокойно. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Да, либо наорать в ответ, что какого хрена ты сам упал, сам виноват, сам встань, сам иди. Вот. Я как бы отворачиваюсь, либо говорю, ну все нормально там, ну нормально, ничего страшного нет. Они только говорят, поцелуй. Для меня просто материнство, это одно из самых прекрасных чудес, которое случилось. И я могу сказать, что это никак не мешает женщине быть красивой, заниматься своей карьерой, любить своего мужчину. Я не знаю, вы научились любить с мужем везде. Можно вообще любить друг друга, быть желанной, быть красивой, быть офигенной. Это очень круто, да. Да, это очень важно. То есть женщина не должна забывать про себя. У нас просто женщины забивают на себя. Очень классная книга есть «Материнская любовь» Некрасова. Я рекомендую всем женщинам ее прочитать, потому что многие женщины, когда рождается ребенок, они думают, что вот все, весь мир сошелся на ребенке, я должна жить только ради ребенка. И там описывается, что когда женщина неправильно себя позиционирует, становится только матерью, она на самом деле рушит очень много жизней. И мужа, и свою, и ребенка тоже. Потому что ребенку не нужно столько любви и заботы. Вот. Это очень важно. Там как раз в книге описывается, что на первом месте у женщины должна быть женщина. на втором месте у женщины должен быть ее мужчина, ее партнер, потому что ребенок вырастет и уйдет из твоей семьи, а тебе нужно сохранить отношения с твоим мужчиной и остаться с ним, потому что с ним ты до конца своих дней. Ну, априори так заложено, понимаешь, если мы выбираем себе вторую половинку. И на третьем месте уже у тебя стоит твой ребенок, потому что ребенку, когда он видит, что мама с папой любят друг друга, когда гармония в семье, когда все хорошо и у ребенка все прекрасно. И когда родители срутся, то и у него картина мира становится не самая хорошая. Как бы ты ее не любила своего ребенка. Картина мира останется, как мама с папой ругаются. Да. А не какая замечательная мама. Это вообще не то. Блин, очень важная слова, очень круто. Мне интересно, когда появляется ребенок. Вот некоторые пары живут реально расходятся, их много. Ужасно. Пострадавая депрессия. Это мой самый страх вообще. Пострадавая депрессия, ребенок кричит, ты там, у тебя гормоны. Потом ребенок забирает на себя, получается, внимание, женщина забивает немножечко на себя, потому что ребенку надо уделить время. Уж тем более на мужа, потому что там вообще как бы муж может быть что-то не понимает, как помогать на этом фоне стресса. Вот как вы думаете, что с этим вообще? Но постадавая депрессия, это чаще всего ответ на то, что ты не была готова к новой роли. То есть ты стала матерью, но ты не хотела быть матерью. Подсознательно или сознательно так вышло. То есть и это не хорошо и не плохо, просто ты не была готова. Это надо прорабатывать и понимать, что твоя жизнь не закончилась и так далее. То есть ну окей, здесь просто главное не приходить, на мой взгляд, сразу к таблеткам, а реально покопаться и понять, ну как бы в чем может быть причина и как с этим бороться. По поводу забивания, слушайте, мне тоже бесит вот это в массовой культуре. Я столько фильмов помню, где какой-нибудь, знаете, матерый дед говорит молодому герою, никогда твоя баба не должна рожать, они забьют на тебя и типа она будет любить только своего ребенка. Это куча фильмов, знаешь, это даже не РЕН-ТВ, а типа реально, нормальное кино. И ну понятно, естественно, что на ребенка будет больше внимания, но там, например, после трех лет роль отца важна, да, первые годы и самое важное это мать, потом уже отец, потому что отец это мостик во внешний мир и то, как отец себя в семье чувствует, то, каким ребенком его видит, потом будет проецироваться на то, как ребенок будет вообще жить, потому что он такой, так, вот мой отец не сдавался, был маяком в этой страшной буре и я знаю тоже, что с внешним миром можно, соответственно, так же себя вести, а не прогибаться. Вот, поэтому... Да, но многие мужчины не проходят эту проверочку. Потому что это для всех испытания, поэтому я вот рада, что у нас есть эта программа, потому что она деромонтизирует это, потому что все хотят быть отцом, но вот это вот, финальное... Нет, все хотят, чтобы у них были детки, но никто не хочет быть отцом, вот в понятном, да, таком мейнстримовом состоянии. Вот у меня сейчас, допустим, есть одна подруга, которая вот, они недавно, у них появился ребеночек и у них, они там, типа, очень много лет вместе, они вообще там друг друга любят все, то есть они не ругаются, но спит он в отдельной комнате, потому что он храпит и девочка просыпается, храп меня бы тоже вынес. Да, потом он особо сейчас ей не занимается, потому что она еще мелкая, что ее надо покормить, помыть, вот это все, он этим всем... Так, а он, что ли, немощный? Ну, она же грудью там, типа, кормит, что такое. Ну, а потом купать. А помыть, да, это... Ну, да. Меня отец купал. Она говорит... Просто я обожаю вот эту фразу, типа, ну, блин, пока неинтересно с ребенком он что-то еще... Но она говорит, что, типа, мне самой проще, типа... Нет, у меня папа всегда принимал участие в купаниях и менял он все эти подгузники и кормил. Мне просто кажется, что надо, чтобы чувак этим занимался. Конечно, это обязательно. Потому что у него через действия формируется любовь. Потому что у женщины она имплицитная. Я родила вот это, 9 месяцев это было во мне, это кусок меня, да. А у чуваков любовь будет программироваться, когда они, ну, как-то общаются с ребенком, когда они делают что-то для ребенка. Тогда они такие, да, есть в это мой вклад, ну, и все неосознанно, понимаете. Да, это... Так и с женщиной работает, то, что на самом деле отношения, здоровые строятся в том, чтобы сейчас, конечно, все разорвут меня на части, но если мужчина вкладывается... В очередной раз. Я не говорю в очередной раз, что мужчина вкладывается в женщину, я не говорю про финансы, эмоционально вкладывается в эту связь, то ему сложнее отпустить женщину. Потому что если она, наоборот, в позиции жертвы... Кстати, я где-то про это говорю. Я с психотерапевтом это разбиралась, что если женщина в позиции жертвы, и она все для него, для него, для него, то это... Ему это легче отпустить, потому что и он тогда берет следующую, которую он так же доит. А если он очень много вкладывается эмоционально... Он потом скажет, ага, как я это отпущу. Да, конечно, потому что так это и происходит. Поэтому и с ребенком так же. Так это и происходит. Ну и последнее, мне кажется, что мы точно должны сказать. Нас очень много смотрит парней. Почему-то у многих парней фобия, и она еще есть у тебя. Секс беременный? Секс беременный, да. Я все-таки хочу это зафиналить, что противопоказаний, насколько я выяснила тоже у акушера, их просто нереально мало. Это какой-то вот, ну типа как в обычной жизни некоторым нельзя же заниматься сексом, потому что там какие-то бактерии, там еще что-то. Там не знаю, что-то с маткой. Вот так же как бы во время беременности практически всем можно заниматься сексом. И я даже больше скажу, я обсуждала тоже с акушером, что она сказала, даже когда у тебя родовая деятельность начинается, первые вот эти вот легкие схватки, ты как бы тоже можешь заниматься сексом. Ну ты там, ну ты все 9 месяцев можешь это делать. Ну там единственное, первые месяцы там что-то может быть, какое-то ограничение. Мне кому-то с подруг говорили, что типа вам надо еще-то из серии позаниматься сексом утром, чтобы ускорить роды. Я такая... Да-да-да-да-да. Пузырь, он в пузыре получается. Он в пузыре, он супер вверху. Парень из пузыря. Шейка матки его прикрывает, там вообще все не так, не так страшно. Мне перед собакой-то стыдно сексом заниматься. А ты ее что не... Не, я закрываю ее. Не, а у нас просто кошка может иногда прийти и как бы вот так смотреть. Серьезно? Не, я всегда собаку запираю. Я всегда ржу, мне очень смешно. Может быть мы будем снимать какую-то из наших очередных сезонов, и я уже буду здесь глубоко беременна. Сейчас мы втроемся беременны, это просто толчок, зум сюда, пожалуйста. Мы тогда все премии соберем, я считаю, слушайте, давайте следующая передача, три временных ведут, три. И мы одновременно делаем УЗИ. Нет, здесь стаканчики, у нас прям две полоски. И все это на креслах гинеколога. Да, да, отлично. Наконец, GoPro. Мне интересно, сколько парней в обморок упало, пока смотрела нашу программу, потому что у меня чего напишите. Я когда монтировала вот эти интервью, у меня просто вот человек там просто вот-вот-вот там. Да ладно. Просто, пожалуйста, наденем. Блин, если мужчинам даже, ну когда ты про месячные рассказываешь, начинаются легкие спазмы и тики, то вот это, наверное, должно быть вообще стрёмно. Да, да это, ну как бы не только девчонкам. А мы с этим живем. Нам тоже стрёмно. Нам стрёмнее. Нам, типа, а, ну да, ну конечно, сделайте пизио, разрыв между, типа... Ну а про геморрой как бы у вас не смущает? Геморрой меня смущает больше всего. Меня вот смущает очень сильно геморрой и сжога, и это все. У меня геморрой. Геморрой, геморрой, геморрой. Да, меня пейс, потому что у меня так гастрит и вот эти вот всякие циститы. У тебя все же измучится. Да. Представляешь, а во время беременности это все вообще... Это плюсы. Кстати, а я слышала еще такие истории, что какие-то хронические заболевания, наоборот, они обостряются. Они обостряются. Они проходят. Я как раз таки слышала то, что все болезни твои не обостряются. Там зубы, почки. Зубы то, что все надо пролечить заранее. Зубы хреновые, это точно. Потому что кальциевым... Я вам еще больше скажу. У тебя во время беременности волосы вот такие огромные швелюры чаще всего, а потом, как только ты родишь, они начинают усыпаться. Потому что во время беременности они не выпадали. У тебя прямо... А потом... Витамины с ахерами. Конечно. Витаминки. Последний путь, да. Последний путь, да. Да, надо обязательно пролечить себе свои болезни, короче, до беременности. Хронические особенно. Потому что они действительно могут обостряться. Это правда. Но какие-то могут и проходить, как типа вот киста яичников. Вот какие-то киста... Киста и... Да, нет. Это мне гинеколог и рассказывала. Если ты знаешь много-много нюансов и уже все заранее изучил... Будет лучше. Будет гораздо лучше. Вы будете подготовленнее. И это избавит вас, может быть, от страхов и опасений. И самое главное, чтобы рядом с вами был человек, который готов разделить весь этот пиздец. Да. А если вы детей не хотите, то важно предохраняться. Мы, как всегда, все за свое. Предохраняемся. Предохраняемся. Спасибо. Тюм-тюм.